Привет! В этом видео мы расковыряем бит из нового трека Фараона на продакшен Мипа и самого Кол Тимонса. Первым делом мы добавим контакт и хочу сказать, что мы не будем повторять весь трек, мы просто именно повторим основную часть и я сконцентрируюсь здесь на звучании. И я возьму Нуар Фелд, это фортепиано, которое нам поможет сегодня сыграть. Еще сильнее мне помогут наушники, которые... Чуть не уронили мне камеру. И играет там мелодия как-то так... Короче, я бы сыграл лучше, если бы умел. И если бы у меня была подключена медиклавиатура, тональность у нас B какой-то там минор и темп 112 ударов в минуту. Первая нота это B, и к ней у нас будет квинта на F-шарп. А вот это B отправится чуть-чуть пониже. Вот так хорошо. Потом пум-там-там, это там-там, у нас это А-шарп. Все это дело дублируется на октавку ниже, вот так вот. Добавляем в следующий аккорд, это у нас будет D-шарп, который тоже дублируется на D-шарп и на А. Только вот здесь вот это все, оно продолжается уже. И здесь тан-тан-тан-тан-тан. G-шарп, потом F-шарп. И это все возвращается на G-шарп, то есть на соль диез. И здесь тоже октавки, а вот здесь у нас вместо октавки будет D-шарп. Вот так бы это звучало, если мы так это оставили. Но, естественно, мы все это выбираем и сокращаем в два раза каждый так. Отправляем на какой-нибудь второй канал микшера и на него кидаем half-time. Ничего в нем не трогаем, просто жмем пробел. И понимаем, что нужно еще на октаву выше. Вот как-то так вообще нормально. Вот эти нотки чуть-чуть продлим. Сам не знаю зачем. И поковыряемся немножко в настройках. Чуть-чуть колора добавим. Теперь можем заняться velocity. Во-первых, чуть-чуть убавим все вот эти аккорды. Как-то вот так. Вот эти самые нижние нотки чуть-чуть погромче, чем все остальное. Теперь alt-s, чтобы немножко стромануть. Вот буквально вот с такими настройками сильно много не надо. И можем еще alt-r сделать, чтобы velocity чуть-чуть рандомизировать, типа для дополнительной небольшой человечности этой мелодии. Теперь на этот канал вешаем rc20, естественно. На нем чуть-чуть убавляем noise, но оставляем его, потому что здесь он необходим. И переключаем сатурацию на air. Вот как-то так. Достойно, я считаю. Немножко возвращаем вверх, немножко убираем вниз и чуть-чуть убавляем тоне. Ревер. Но ревер, знаете, поменьше. Но из-за побольше. И еще чуть-чуть сильнее убавим вот эти наши аккордики нижние. Но вот эту нотку, самую первую, погромче. С пианино мы разобрались. Теперь время добавить ударные. Эти звуки это не стопроцентное попадание, но по-моему они максимально похожи. А проект этого бита, который получится в итоге этого видео, вы сможете скачать у меня в телеграм-канале по ссылке в описании. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Там я выложу проект с зарендеренным нуаром на всякий случай, как только это видео наберет 3000 лайков. Так что, если тебе уже нравится это видео, или ты хочешь поковыряться в этом проекте максимально скоро, то ставь видосу лайк прямо сейчас, и скоро по ссылке в описании в моем телеграм-канале уже сможешь скачать этот проект. Подпишись на мой телеграм-канал. Вот этим крэшом займемся вначале. В первую очередь его сократим. Вот до какого-то такого состояния. Там немного другой сэмпл, но этот, по-моему, похож. Наш будет играть два раза за такт, и первый звук будет чуть тише. Продлим на все восемь тактов. Потом ему подыграет вот этот снэр. Погромче. Ага, вот так. А подыграет ему вот такой снэр. Так что Ctrl-C, Ctrl-V, и просто немножко убавим. Но для крэша нам необходим крутонный шифт. Чтобы он играл как бы чуть-чуть позже снэров, и тоже вот создавалось такое прикольное ощущение из-за этого. Но перейдем к самой замороченной части. Ну, наверное, самой замороченной части этого трека — это хай-хэта. Первый будет звучать довольно просто. Здесь будет пробежечка на одной четверти, здесь вот так, одна четверть, Ctrl-U. И правой кнопочкой мышечки тянем громкость. Вот так вот. Вот здесь вот тоже пробежечка, Ctrl-U. Тоже громкость тянем. И вот это все Ctrl-B продлеваем. Потом у нас будет вот этот Dark. Немножечко сократим и сыграем на какой-то супернизкой ноте. Вот здесь вот так. Тоже громкость тянем его вниз. Также продлеваем на каждые два такта. И вот этот хай-хэт остался, который вообще какую-то дикую дичь играет. Вот типа... Он то вверх, то вниз. Ну, опять же, я так услышал. Погромче чуть-чуть. Еще у нас есть вот такой вот шейкер, который тоже где-то вот здесь подыгрывает. И у нас остался из хэтов последний. Это Open Head. Ему нужно настроить обязательно Envelope. Как-то вот так, вот так. И релиз оставим. Как-то вот столечко релиз оставим. Мне кажется, так будет норм. Он у нас играет типа... Да, вот так как-то. Только вот так. Почти все прописали. Кроме вот этого бонга, который иногда подыгрывает кику. Поэтому сначала напишем кик. Погромче. Ну, и вот так. Можно чуть-чуть поиграться с Velocity. Типа вот здесь, вот здесь, вот как-то. Вот здесь, потому что там звуки немножко отличаются ударов в треке. И бонга этому нашему кику будет подыгрывать. Давайте его чуть-чуть подбустим. Да, вот так. Та-та-тан-тан. И вот сюда. Да, вот так. Остался только басец. На нем, естественно, нам нужно настроить Envelope. Только релиз типа оставим 1%. И еще атаку и дикее чуть-чуть. Потому что он будет у нас все равно играть всегда с киком. Поэтому нам вот этот начальный кик его не нужен. Парт баса просто простой какой-то до безумия. И вот так. И потом вниз. Делаем вот такую слайд-нотку. И все. Выход этого трека оказался для меня немного неожиданным. Я прямо сейчас планировал снимать другое видео. Про креативное использование лупов. Потому что эта тема победила в голосовании в моем телеграм-канале. Так что я предлагаю вам сделать сейчас две вещи. Во-первых, перейти по ссылке в описании и подписаться на мой телеграм-канал. Потому что там инсайдики и своя атмосфера. А во-вторых, написать в комментариях вообще, интересно ли вам такая тема, как креативное использование лупов. Ведь на ютубе уже есть свой амбассадор лупов. И интересно ли вам будет посмотреть на раскрытие этой темы от меня. Нашему сет-снейру в первую очередь задерем вверх. И этому тоже. Чтобы они были поярче, пробивались. Сквозь наше фортепиано. Крэш сразу расширим максимально сильно с помощью стерео-энхансера. Вот как-то вот так. Да. И убавим. На вот такой снейр мы закинем в Alhalla Vintage Verbs с пресетом. Давайте Hall Fat Snare Hall. Вообще риверов у нас здесь будет дофига. И как-то вот типа... И теперь перенесем его же на Set Snare. Только убавим Fat очень сильно. И закинем сюда DS-10 Drum Shaper. Чтобы немножко этот наш снейр раскочегарить. Вот как-то. И прежде чем мы приступим к балансу, я воспользуюсь одним секретным оружием. Вот этим инструментом. И мы повесим его на мастер. И сейчас настроим. Во-первых, включим High Pass Filter. Буквально чуть-чуть, пол-децибелечка, добавим на 80 Гц. Чтобы пиналось посильнее. Сатурация. Ну не так, а вот как-то процентов 10. Больше точно не надо. Low Pass Filter уже, в свою очередь, крутанем на 16 Гц. Потому что бит сам по себе довольно глухой. И на 8 Гц чуть-чуть подбустим. От этого Blizz разница просто невеликая. Но тем не менее, как бы чуть-чуть украшения не повредит. А теперь баланс. Чтобы бас басил чуть-чуть поприятнее, можем повесить на него Ambassador. На стандартном пресете просто Vat чуть-чуть убавим. Теперь соберем первую группу. Это будет группа снейров. И соберем группу хэтов. Естественно, у нас будет общая группа ударных. И куча-куча посылов. Первый посыл это будет реверберация. Также повесим в Rehallow Vintage Verb. И с пресетом Fat Snare Hall также. Во-первых, зароутим этот ревер обратно на группу наших инструментов. И поотправляем на него по чуть-чуть наши звуки. А на группу ударных мы повесим интересную штуку. Newfound... Ну... Читайте, короче, вот сами. Вот эту штуку. Клипер от вот этой фирмы. Saturate называется. И как-то вот так. И давайте автоперекручим на Manual. И немножко убавим. Послушаем все это в миксе. И ловим какой-то вот такой драйв. Я еще один сатуратор повесил на хэта, потому что... Потому что захотел. На ударный еще я хочу повесить Ozone и Major. То, что вот совсем снизу мы не будем трогать. И вот как-то вот так. Включаем Stereoize. Вот так. Типа на слух. Послушаем в миксе. Ну, не так, чтобы они прям совсем уж вылезали. Ну, вот как-то вот типа вот так. И на основное фортепиано я хочу Sidechain сделать от кика. Вот правая кнопка мышки Sidechain to this track. И от snare тоже. Где вот SD. Правая кнопочка мышки Sidechain to this track. Выбираем первый фрунтилимитер. Переключаемся в компрессию. Правую кнопку мышки выбираем. Давайте слабо-кик сначала. Трэш-холд как-то. Рейши на максимум. Теперь вешаем второй лимитер сразу за ним. Также в режиме компрессора правой кнопкой мышки на Sidechain выбираем SD. И типа... Вот так хорошо. И теперь еще нам нужно кик выделить еще из баса. Все вместе. Вот оно. Задышало. Задышал микс. Мы не будем делать структуру. Мы остановимся вот почти на этом. Осталось сделать только Озон на мастере. Gentle View, как обычно. Можно еще дать немножко эксайтера. И на нем сделать Gentle Tape. По-моему, это именно то звучание, которое нужно. Ну и на этом у меня все. Напоминаю, что как только этот ролик соберет 3000 лайков, я этот проект выложу у себя в Телеграм-канале. Обязательно на него подпишись. И напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмекингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. А если этот ролик показался тебе чуточку полезным или было просто интересно смотреть, то можешь смело поставить полностью заслуженный лайк прямо под этим видео. Ну и конечно подпишись на канал, потому что если это видео тебе понравилось, то точно кнопочка подписаться есть внизу. Промотай, нажми и будешь получать уведомления моих новых видео. Ну и на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Уже жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok